Предвыборная пора в РФ отличается от всего того, что происходит в мире живых. Это там идут дебаты, вываливаются тонны компромата, предпринимаются яркие и рискованные шаги. В Москве и все не так. Путин – лайт-версия Ленина. Известно, что Ильич был мастером монолога. Он мог залезть на броневичок или в отверстие пушки крейсера «Аврора» и оттуда толкать свои длинные и нудные речи. А вот диалоги у него не получались. Он просто не был полемистом, хотя и жизненный опыт и юридическое образование предполагали наличие хоть каких-то способностей к полемике. Путин – выходец из быдла, не получил почти никакого образования, ибо в Питерском университете он проплыл по квоте КГБ, то есть броней. Его просто не могли отчислить за тупость. В общем, образование там такое, что лучше не надо. А интеллекта там никогда не было. Главное его качество – воровская чуйка истечение обстоятельств. Выбросили такой трюк, при котором он оказался в первом кресле. Но за все свои 18 лет президентства он избегал и будет избегать впредь любой публичной полемики. Он знает, что выставит себя дураком, а потому воздерживается от дебатов даже с идиотом Жириновским. Тот заткнет Путина за пояс на первой же минуте, а россияне, понимающие, что у Жирика клиника, могут увидеть, что даже на его фоне Путин выглядит дебилом. В общем, никаких дебатов и прочих вольностей. Все должно проходить очень тихо, в крайнем случае Путин толкнет монолог. Если он его сам себе придумает или жестко отредактирует написанное, то публика будет полагать, что за этой тупятиной Путин скрыл главный смысл. Они будут разбивать мозги на части, пытаясь трактовать его речь, а там просто банальная серость, в лучшем случае, и никакого второго дна. Но в это время должно присутствовать то, что тупые диктаторы ценят больше всего – стабильность. Ясно, что предвыборные дебаты – грубое посягательство на Оную, но и во всем остальном должна быть стабильность. Вот этот дедушка Вова объявил, что одержана победа над всеми в Сирии. Но вот обстрелы базы Хмеймим как-то не совсем вяжутся с объявленной Викторией. Правда, тут же было объявлено, что группа боевиков, устроивших налет на базу, уничтожена спецназом. Потом был показан ролик, в котором бомба попадает в магазин, где боевики покупали дроны. В общем, российские военные сработали наверняка. Сначала боевиков расстрелял спецназ, а когда те пошли в магазин, их еще и разбомбили, чтобы уже наверняка. Но мы и прекрасно помним, как они рассказывали подробности гибели малазийского авиалайнера. В общем, наблюдатели выдают совсем другую версию событий. Они утверждают, что сейчас идет попытка войсками РФ, Ирана и Турции занять зоны оккупации на западном береге Ефрата, как и было договорено ранее. Восточный берег, там вся нефть, заняли Штаты. Но остались некие спорные вопросы о зонах на юге Сирии, а главное, остался открытым курдский вопрос. Турки настаивают на удалении их из буферной зоны у своих границ. Курды этого не хотят, а их поддерживает РФ. Поэтому группировка, потрепавшая Хмеймим, работала в интересах Турции, о чем Путин не решается сказать, ибо турецкий поток и все такое. А у Эрдогана тяжелый характер, и все может кончиться очень плохо. Хмеймим стоит совсем недалеко от границы с Турцией и может быть перетерт в щебень за час или два. Короче говоря, это был всего лишь мягкий намек. Будь у Путина возможность замолчать этот инцидент, он бы это, безусловно, сделал, и никто не узнал бы ни о сгоревших аэропланах, ни о раздолбанной установке С-400. Но самое интересное происходит сейчас в районе города Идлиб, который был отведен под ассадовско-российскую зону оккупации. Именно там сейчас развернулась эпическая драка. Оттуда идет поток информации об уничтожении десятков, если не сотен сирийских правительственных военных. Все это снабжено видео и фото доказательствами. Мало того, есть масса видео о том, что ассадовцы десятками сдаются в плен. И вообще, противник там перешел в контрнаступление, а потому на фоне разваливающейся армии Ассада в бой идут российские наемники и военные. Их тоже крошат с таким же успехом, как и ассадовцев. Что характерно, вся эта смесь ассадовско-российской группировки, отступая, бросает свои танки и другую технику, ибо ее жгут американскими ПТРК ТОУ со всей пролетарской ненавистью. Желающие могут посмотреть на это лично в одной из лент антиасадовских сил, ссылка на которую находится в описании под видео. Наблюдатели отмечают, что ожесточение боев достигло накала боев за Алеппо с таким же, если не большим уровнем потерь ассадовцев и уже россиян. В общем, дабы не портить предвыборную картинку стабильности, тушки ЧВК из РФ будут прикапывать на месте. Стабильность должна быть стабильной, и никакие трупы не должны портить картину. А Путин на этом фоне делает свои тупые заявления о возврате Украине вооружений, захваченных в Крыму. Напомним, в 2014 году Москва вещала, что ЛДНР вооружены именно этим оружием. Но Путин об этом уже забыл. Старческая деменция – странная штука. А из Кремля намекают, что Путин может денонсировать договор с Украиной о границе. Видно, что Путин учился на юрфаке и тупит профессионально. С одной стороны, логика действий должна быть обратной. Сначала денонсируй, а потом аннексируй. А впрочем, это для Путина и его шоблы – высшая математика. И потом. Путин может денонсировать все, что угодно. Только вот он опустит РФ ниже дна выгребной ямы, где было ее место последние 4 года. Будет утрачен смысл подписания с Москвой любых договоров, если она потом легко передумывает. Хотя об этом уже давно предупреждал Бисмарк, но все почему-то думали, что нынешняя РФ изменилась. Ничего не изменилось. А пока там решают, что делать со скапливающимися тушками своих бойцов. Однажды на Донбассе уже было принято решение вывозить только тушки кадровых военных или тех, кого нельзя по-тихому скинуть в ствол шахты или прикопать как биологические отходы. Видимо, до выборов эта практика укоренится в Сирии. А там, глядишь, и в Ливии начнут прикапывать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова